Юбилейный год Юбилейный год Это Он еще называется Лето Господне Благоприятное Это то время, когда Люди получают особенную благодать И это также связано То, о чем я говорил С каникулами То есть дается отдых На 50-й год Дается отдых всей земле И Бог обещает Дать такой урожай Чтобы Хватило на 3 года До следующего сбора урожая Бог дает это обещание И Это обещание было дано Еще тогда в пустыне Когда Евреи собирали ман И то, что Бог обещал Бог всегда исполнял И Евреи знали, что В субботу Мана не будет Нужно насобирать До этого И В субботу ман не портился Если человек Собирал На один день Еды Оставлял на завтра То мы знаем Что Этот ман Он портился И Здесь Здесь мы Видим То, что Бог Бог говорит Что Я вам дам урожай И Предлагает Довериться Богу Поверить Поверить Просто поверить И мы знаем Что Бог Он если что-то Обещает Он всегда Это исполняет Он Никогда Его Слово Не остается Тщетным Оно исполняет То Для чего Бог его посылает И Здесь Много-много Постановлений И я хочу Обратить Внимание На Том Что Несколько раз Повторяется Не один раз Повторяется И Здесь Говорится Что Если будешь Продавать Что ближнему Твоему Или будешь Покупать Что у ближнего Твоего Не обижайте Друг друга То есть Здесь мы Очевидно Что здесь Бог Предупреждает О том Чтобы люди Не обманывали Друг друга Чтобы не было Какого-то Мошенничества Среди Его народа Дальше Через Два стиха Бог еще раз Говорит Не обижайте Один другого Бойся Бога Твоего Ибо Я Господь Бог ваш Исполняйте Постановления Мои И храните Законы Мои И исполняйте Их И будете Жить Спокойно На земле Ну вот Как мы Говорим И будет Тебе счастье Да Исполняй Будь послушен Богу И будет Тебе счастье У тебя Будет Благословенная Комфортная Жизнь И Второй раз Еврейские Мудрецы Заметили Что во второй раз Здесь говорится Вообще Чтобы Люди Друг друга Не обижали Чтобы люди Относились Друг к другу С почтением Чтобы люди Не подавались Каким-то Негативным Чувствам Чтобы Человек Держал себя В руках Если он Где-то Не пободрствовал И Еще раз Говорится В 19 главе Не обижай Ближнего Твоего И не грабительствуй Плата Наемнику Не должна Оставаться У тебя До утра Не злословь Глухого И перед Слепым Не клади Ничего Чтобы Приткнуться Ему Бойся Господа Бога Твоего Я Господь Бог ваш И Бог Говорит Что Не обижайте Друг друга Бойся Господа Что это Значит Что Бог Он Этим самым Говорит Бойся Господа Знай Что я Все вижу Я знаю Твои поступки Твои дела Все Твои тайные Движения И Писание Нам Говорит Господь Знает Мысли Человеческие Да То что Нам не дано Людям знать Бог знает Бог знает Все намерения И Еще Интересно Такое Наблюдение Как Изречение Еврейских Мудрецов В трактате Ктубот Говорится О том Чтобы В семье В семье Муж Относился С любовью С почтением К своей Жене Чтобы Муж Супруг Он Проявлял Любовь И Даже Более Того Говорится О том Чтобы Муж Он Заботился О жене Больше Чем О себе Это Обычно Когда у нас Хупа Обычно Об этом Говорится Вы все знаете И Бывают моменты В нашей жизни Когда Трудные моменты Когда Скажем так Нужно человека Утешить Нужно человека Поддержать Но бывает Человек Проявляет Какую-то Глупость То есть Человек Не бодрствует Или Человек Вот Из злого Сердца Бывает Начинает Исходить То есть Из доброго Сердца Исходит Доброе Так говорил Нас Спаситель Из Доброго Доброе Из злого Злое И К тому Чтобы Люди Не обижали Друг друга Вы Помните Был такой Иов И Друзья Пришли Его Утешать Друзья Друзья Пришли Его Поддержать Но То что Они говорили Еще больше Ранило Этого Страдающего Человека Который Страдал Телом И Сначала Так Красиво Ему Говорили Елифас Феминитянин Говорил Ему Богобоязненность Твоя Не Должна Ли Быть Твоей Надеждою Ну Правильные Слова Человек Страдает Поддержать Вроде бы Вроде бы Но Потом Сердце Эта Человека Этого Элифаса Оно Открылось И Он Начал Обвинять Его В том В чем Он Не был Виновен В чем Йов Не был Виновен И он Сказал Такие Слова Верно Злоба Твоя Велика В беззакониям Твоим Нет Конца Верно Ты Брал Залоги От братьев Твоих И Ни За что Из полуногих Снимал Одежду Утомленому Жаждаю Не подавал Воды Напиться И голодному Отказывал В хлебе А человеку Сильному Ты давал Землю И Сановитый Селился На ней Вдов Ты Отсылал Нищем И Сирот Оставлял С пустыми Руками Зато Вокруг Тебя Петля И Возмутил Тебя Неожиданный Ужас Или Тьма В которой Ты Ничего Не видишь И множество Вот Покрыло Тебя И Здесь Перечисляются Те вещи Которые В этой Недельной Главе Бог Говорит Чтобы Заботиться О людях Которым Трудно Если Обеднел Брат То Поддержи Его Но Мы знаем Что Иов Он был Благочестивый Человек И он Так Не поступал И Пришло Время Когда Иов Был Исцелен И Бог Сказал Этим Горе Друзьям Что Гнев Мы Пылает На вас И Пойдите Пойдите У них Начались Серьезные Проблемы И Бог Сказал Пойдите Извинитесь Перед Иов И пусть Он Помолится За вас И тогда Тогда Все будет На вас Нормально Что Они Сделали И Далее Далее Мы Можем Видеть То Что Ну Мы Живем В таком Мире Несовершенном И К сожалению Бывает Так Что Люди Друг Друг Обижают Да То 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 И К сожалению Бывают Очень Очень Неприятные Вещи Происходят Которые Нас Очень Могут Огорчать И Как я Уже Читал В Предыдущем Только Что Прочитал О том Чтобы Вовремя Выдавалась Плата Наемнику Потому Что Этот Человек Ему Нужно Накормить Семью Да Если Ему Вовремя Плата Не Выплачивается То Этот Человек Страдает У него Серьезные Проблемы Ему Нужно Платить По Счетам И Вы знаете Я Через Такие События Проходил Когда Мне Вовремя Например Не Выплачивали Зарплату Это было Не один Раз И Люди Которые В моем Возрасте Например Вы Наверное Многие Через Такие Вещи Подобные Проходили Когда Когда Вам Не Вовремя Платили Зарплату И Бог Взыскивает С Таких Людей Бог Взыскивает С Тех Кто Занимается Коррупцией Да Тот Кто Не Выдает Вовремя Плату Наемникам И Строгое Предупреждение От Апостола Иакова Для Таких Людей И Эти Люди Они Радуются Они Обогатились Они Радуются Тем Материальным Ценностям Которые У них Есть Но В будущем Что Их Ждет Апостол Иаков Говорит Что Богатство Их Сгнило И одежды Ваши Изъедены Молью Золото Ваше И серебро И заржавело И ржавчина Их Будет Свидетельством Против вас И съест Плоть Вашу Как огонь Вы Собрали Себя Сокровища На последние Дни Вот Плата Удержанная Вами У работников Пожавших Поля Ваши Вопиет И вопль Жнецов Дошли До слуха Господа Савоофа То есть Бог Бог Он Не всегда Делает Это Немедленно И Кажется Что Господи Где Твоя Справедливость Воздай Этим Людям Да То есть Пусть Пусть Справится Эта Ситуация Пусть Нам Дадут То Что Мы Заработали Ну У Бога У Бога Свои Времена И сроки И Пришел Наш Спаситель Ишуа И дал Нам Свободу Да И мы Помним В Евангелии От Марка Это тоже Связано С Юбилейным Годом Да С тем Что Измученные Да Люди В нужде Измученные Духовно Они Будут И отпущены На свободу И В Евангелии От Луки Говорится Ишуа Сказал Дух Господень На мне Ибо Он Помазал Меня Благовествовать Нищим И послал Меня Исцелять Сокрушенных Сердцем Проповедовать Пленным Освобождение Слепым Прозрение Отпустить Измученных На свободу Проповедовать Лето Господне Благоприятное Господь Пришел И Он Освободил Нас От рабства Греха Он Освободил Нас От Духовных Зависимостей Бог Исправляет Нашу жизнь И когда Мы Исполняем Заповеди Божьи То Бог Особо Благоволит К нам Конечно Бывают Сложные Ситуации В нашей Жизни И Мы Уповаем На Господа Да В Псалме Говорится Иные Конями Иные Колесницами А мы Именем Господа Бога Нашего Хвалимся И В заключении Следующая Глава Беху Катай Она тоже Она завершает эту книгу Книгу Левит И там говорится О том Даются заповеди Подобные тем Которые В книге Дворим Второзаконие Благословение И проклятие То есть Благословение За послушание Богу И проклятие За непослушание За преступления За духовные преступления И Что Господь Хочет Для нас Чтобы мы Делали Это написано В книге Пророка Михея В шестой Главе Я очень Люблю Это место О человек Сказано тебе Что добро И чего Отребует От тебя Господь Действовать Справедливо Любить Дела Милосердия И смиренно Мудренно Ходить Пред Богом Твоим Да будет так Аминь Мудренно 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 Продолжение следует...